Общая характеристика халькогенов – кислород. Халькогены – это элементы шестой А-группы. Родоначальником этой группы является кислород. Кроме кислорода в эту группу входят сера, селен, телур, полоний. Название халькогены означает «рождающие руды». Вам уже известны руды, содержащие серу. Это перит или железный колчедан – феррум С2, киноварь – гидраргерум С, цинковая обманка – цинк С. Кислород входит в состав таких руд, как корунт, алюминий 2О3, магнитный железняк или магнетит – феррум 3О4, красный железняк или гематит – феррум 2О3, бурый железняк или лимонит, а также в состав других руд. На внешнем энергетическом уровне у халькогенов 6 электронов. До завершения внешнего энергетического уровня не хватает 2 электронов. Поэтому они способны присоединять эти два электрона и проявлять в своих соединениях степень окисления минус 2. Кислород в соединении с фтором ОФТОР2 проявляет степень окисления плюс 2. Атомы серы, селена и телура в своих соединениях с более электроотрицательным элементом проявляют положительные степени окисления. Плюс 2, плюс 4 и плюс 6. Кислород – самый распространенный элемент на Земле. Он входит в состав воды, которая покрывает поверхность земного шара, образуя его водную оболочку – гидросферу. Кислород входит в состав атмосферы, где на его долю приходится 21%. Кроме этого, он еще входит в состав многих органических соединений. Существует несколько способов получения кислорода. В промышленности кислород получают из жидкого воздуха. Еще в 1774 году Присли, используя стеклянную двояковыпуклую линзу, направил сконцентрированный ею пучок солнечных лучей на оксид ртути-2 и получил кислород. Одновременно с Присли кислород получил шееле путем нагревания селитры. Название кислороду – оксигениум, то есть рождающий кислоты, или кислород – этому элементу дал Лавуазье. Кислород можно получить также и при разложении воды в специальном устройстве электролизере. Таким образом можно получить сразу два газа – кислород и водород. В лаборатории для получения кислорода используют пероксид водорода – H2O2. Эта реакция идет в присутствии катализатора – оксида марганца-4. Для получения кислорода в лаборатории еще используют реакцию разложения перманганата калия – калий-марганец-О4 – марганцовки. Вы уже знаете, что кислород существует в виде двух аллотропных модификаций – кислорода – О2 и озона – О3. Аллотропия кислорода и озона обусловлена различным числом кислорода в молекулах веществ. Оба этих вещества находятся в газообразном состоянии. Они бесцветны, но в жидком состоянии кислород голубой, а озон – синий. Кислород не имеет запаха, а озон имеет резкий запах. Кислород и озон имеют различия и в температурах плавления, и в температурах кипения. Кислород взаимодействует почти со всеми простыми веществами, кроме галогенов, благородных газов, золота и платины. Кислород энергично реагирует с металлами. Например, в реакции с литием образуется оксид лития. В реакции с медью – оксид меди-2. Кислород реагирует с неметаллами. Так в реакции с серой образуется оксид серы-4, а в реакции с фосфором – оксид фосфора-5. Почти все реакции с кислородом экзотермические, то есть сопровождаются выделением теплоты. Исключение составляет реакция азота с кислородом, которая является эндотермической. В результате которой энергия не выделяется, а поглощается. Кислород окисляет не только простые, но и сложные вещества. Например, в реакции горения метана образуется вода и углекислый газ. В результате горения сероводорода образуется сернистый газ и вода. Эта окислительная способность кислорода лежит в основе горения всех видов топлива. Кислород в этих реакциях выступает в роли окислителя. Кислород участвует в процессах дыхания, медленного окисления различных веществ при обычной температуре. Например, медленное окисление пищи в нашем организме является источником энергии, за счет которой живет организм. Так, гемоглобин, соединенный с кислородом, оксигемоглобин, доставляет во все ткани и клетки организма кислород, который окисляет белки, жиры и углеводы, образуя при этом углекислый газ и воду и освобождая при этом энергию, необходимую для деятельности организма. Велика роль кислорода в процессах дыхания человека и животных. У растений в процессе фотосинтеза из углекислого газа и воды образуется глюкоза и кислород. За счет этого процесса сохраняется содержание свободного кислорода. Проведем эксперимент. Нальем в два стаканчика перекиси водорода. В первый стаканчик добавим оксида марганца-4. У нас наблюдается бурное выделение кислорода. Оксид марганца-4 в данном случае катализатор. Он ускоряет процесс разложения перекиси водорода. Если поднести к стаканчику тлеющую лучинку, то она вспыхнет из-за скопившегося кислорода. В другой стаканчик добавим натертую морковь. Здесь тоже происходит бурное выделение кислорода. И если поднести тлеющую лучинку, то она вспыхнет. В данном случае фермент каталаза, который содержится в моркови, тоже способствует разложению перекиси водорода. Кислород применяется в металлургической и химической промышленности для ускорения производственных процессов. Чистый кислород применяют при газовой сварке и резке металлов. Его используют и для жизнеобеспечения на подводных и космических кораблях, при работе водолазов и пожарных. В медицине кислород применяют в случаях временного затруднения дыхания и при различных заболеваниях. Кислород также применяют в космической технике, как окислитель ракетного топлива, а также в производстве взрывчатых смесей. Кислород хранят в стальных баллонах под высоким давлением, окрашенных в голубой цвет, а в лаборатории его хранят в специальных приборах-газометрах. Таким образом, халькогены – это элементы шестой А-группы. На внешнем энергетическом уровне у них шесть электронов. Они входят в состав многих рут. Кислород – первый представитель этой группы. В реакциях он проявляет окислительные свойства. Кислород получают реакции разложения перекиси водорода, марганцовки, воды, а в промышленности его получают из воздуха. Кислород участвует в круговороте веществ и применяется в химической и металлургической промышленности. Продолжение следует...